Спонсор видео магазин zakazaka.com Сногсшибательные скидки, мега-раздачи и крутой конкурс, где можно выиграть GTA V, DZ, Battlefield Hardline и другие классные игры. И всё это на ZAKA ZAKA. Ссылки в описании. Всем привет, с вами Максим, это канал Хороший Выбор. Сегодня у нас тесты процессора AMD Athlon 860K в паре с видеокартой Redonor 9-280 от MSI. И начинаем мы с Counter-Strike Global Offensive, Full HD разрешение, всё выкручено на максимум, кроме вертикальной синхронизации и сглаживания. Первый прогон делаем без сглаживания. И фреймрейт держится в среднем около 130 кадров в секунду с просадками до 115-110, если их вообще можно назвать просадками. Процессор и видеокарта при этом нагружены процентов на 80. Включаем 8-кратное сглаживание и результат никак не меняется, в среднем всё те же 130 фпс. Dota 2, Full HD разрешение, также всё выкручено на максимум без вертикальной синхронизации. И в режиме, где у всех 25-й левел и нет кулдауна на спылах, мы получаем, конечно, просадки до 30 кадров в секунду. Но это малость нереалистично. В более реалистичных условиях, то есть без читов и в реальных сражениях, фреймрейт держится в среднем на уровне 70 кадров в секунду. И опускается максимум до 50, это в самых жёстких замесах. Процессор при этом нагружен процентов на 70, видеокарта также на 70-80%, нагрузка немножко скачет. Crysis 3, Full HD разрешение, FXAA сглаживание и максимальные настройки. И здесь я ожидал очень сильных просадок кадров до 15. Подхожу я к бочкам, где обычно всё тестируется, и что я вижу? Худший показатель это 27-28 кадров в секунду, при среднем вообще в 30-35 или даже до 40 фреймрейт поднимается и, в общем-то, сильно не скачет. Вот это меня очень сильно порадовало, потому что это результат даже лучше, чем у 6300 или 8320 в разгоне. Процессор при этом нагружен на 70%, видеокарта стабильна на 92-95 и, что очень важно, без проседаний. World of Tanks, Full HD разрешение, максимальные настройки и фреймрейт тоже порадовал. От 36 до 45 кадров в секунду держится очень стабильно, без проседаний даже в очень нагруженных спецэффектами сценах. Опять-таки результат лучше, чем у 6300 и 8320. Dying Light, Full HD разрешение, также максимальные настройки. И вот здесь процессор начинает немножко захлебываться, потому что максимальный и средний фреймрейт в принципе неплох, но вот минимальный просаживается до 20 и очень часто случаются неприятные подлагивания и фрезы. При этом процессор нагружен почти под завязку, оперативка, кстати, почти вся съедена из 8 гигабайт, а видеокарта нагружена процентов на 60 и, как видите, график нагрузки очень неровный. Ставим все на минимум и смотрим, изменилось ли что-нибудь. Да, фреймрейт подрос, но очень незначительно, где-то на 5-7 кадров в секунду, при том, что нагрузка на видеокарту упала вообще до 40%. Явный признак того, что не справляется именно процессор. Также очень сильно порадовал Evolve. Средний фреймрейт 45 кадров в секунду с проседаниями до 37-35 даже в самых жарких замесах. Процессор при этом нагружен под завязку, нагрузка на видеокарту скачет от 80 до 90%. И это при Full HD разрешении при высоких настройках. На ультра настройках максимальный средний фреймрейт не изменится, но появятся неприятные проседания до 20-23 кадров в секунду, поэтому я решил в данном случае остановиться просто на высоких. Мне этот процессор очень понравился. Производительность на ядро у него выше, чем у 6000 и 6000 серии FX. Общая производительность где-то на уровне процессора FX 6300, может быть чуть-чуть повыше. И, что немаловажно, повыше именно минимальный фреймрейт. Да, не на много, на 5-7 кадров в секунду, но именно эти 5-7 кадров и меняют всю картину. Как вы видели, в том же Крайзисе или Танках график нагрузки видеокарты гораздо более ровный. И от этого нету проседания фреймрейта в самих играх, и впечатление от них гораздо более плавное и комфортное. И это при том, что 860К стоит дешевле, чем 6300 примерно на 2000 рублей. То есть за 860К сейчас просят около 4000 рублей, за 6300 около 6000 рублей. Если вспомнить старые курсы и поделить цены пополам, то это получается вообще копейки. Однако, да, сейчас цены такие, какие есть. Конечно, это не идеальный процессор, и во всех задачах, которые требуют многопоточности, он уже будет немного захлебываться. Так, в Dying Light, вы видели, он уже не справляется с Watch Dogs, у него будут проблемы. Спадет производительность, если вы параллельно устанавливаете какую-то игру на фоне или какой-то архив распаковываете. И если вы попытаетесь записывать видео фрапсом или бандикамом, или также для стримов он не очень подходит, производительность будет падать. Хотя, если у вас есть отдельная карта для видеозахвата, то последние три пункта для вас проблемы уже не являются. В общем и целом, просто для бытового использования, как бюджетный процессор для компьютера, чтобы просто поиграть и посидеть в интернете, я считаю это хорошим выбором. Вообще, на сегодняшний день есть три процессора, наверное, которые я бы рекомендовал и которые бы я купил себе. Это как раз-таки вот этот Athlon 860K, FX8320, если требуется большая универсальность, то есть и поиграть, и помонтировать, и постримить, и порендерить. И следующий этап, это уже если позволяет бюджет, это Intel i5-4690K. То есть, чтобы тянул любую видеокарту, любую игру, ну в общем, чтобы шикануть. Вы скажете, а как же Intel 3258 Anniversary Edition? Да, интересный процессор, да, разблокированный множитель, да, отличная производительность на ядро, но самих ядер всего два. Он отлично подходит для танков и, наверное, для тестов. В реальной жизни у него будут проблемы не просто с многопоточностью, а даже в том случае, если у вас просто что-то в фоне открыто. Браузер или скайп, или еще какая-то даже простенькая программа, производительность в играх уже будет страдать. Два ядра все-таки на сегодняшний день это очень мало для поддержания каких-то фоновых процессов или работоспособности самого Windows. Технологический процессор интересный, но постоянно закрывать все фоновые процессоры, чтобы нормально поиграть, наверное, это все-таки не для меня. Но это уже немного субъективное мнение, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. На этом я с вами прощаюсь. Огромное спасибо за внимание и до встречи в новых выпусках. Пока!